Сургутяне продолжают бороться с аптечной наркоманией. Сегодня в городе выявили еще одно учреждение, где незаконно продавали психоактивные фармакологические препараты. Аптека, расположенная на первом этаже дома номер один по Югорскому тракту, давно попала под подозрение о том, что показала проверка сотрудников Росздравнадзора, знает Иван Рябцев. В этот раз взять на месте фармацевта и владельца аптеки не удалось. Сбежали с рабочего места, испугавшись визита надзорных органов. Людей нет, люди убежали. То есть прямо сейчас они ушли? Ну конечно, выдавала себя за уборщицу, женщина, она ушла и все. Оставили кассу, все открыто? Все оставлено, да, здесь вот, пожалуйста. Судя по довольно скудному ассортименту на витринах, эта аптека не должна пользоваться успехом у местных жителей. Но заходят сюда часто. Правда, лишь те, кого принято называть аптечными наркоманами. Покупатели и продавцы знают друг друга в лицо. Но, разумеется, что товар из-под полы отпускается без рецепта и чеков. Все это вызывает опасения у местных жителей. Я не видел здесь ни одной мамы с ребенком, чтобы она зашла, купила какие-то необходимые медикаменты. Я здесь не видел там какого-то дедушку, бабушку там. Я здесь никого. Я вижу один и тот же контингент. Это лица среднего возраста от 20 до 40 лет, примерно. Одни и те же. И вот прям потоком, друг за другом. Местные жители обеспокоены тем, что их дети могут столкнуться с неадекватным поведением аптечных наркоманов. Поэтому именно они забили тревогу и написали жалобы в городскую администрацию с просьбой принять меры. В администрацию города неоднократно поступали жалобы жителей дома Югорский тракт-1. В фактах безрецептурного отпуска лекарственных препаратов. Результатом обращения, как мы видим, Росздравнадзор выехал с проверкой своевременно. И осуществляется на данный момент проверка деятельности данной аптеки. Проверка показала, что жалобы людей не безосновательны. На месте нашли и изъяли тот самый ходовой среди наркоманов товар. Этого должно быть достаточно, чтобы требовать приостановить деятельность аптеки на ближайшие два месяца. Иван Рябцев, Игорь Батищев, телерадио компания Югра, Кургут.